В историческом архиве Чувашской Республики сегодня обсудили социокультурный феномен наших земляков, братьев Турхан. Посвященная им монография, вышедшая в серии «Замечательные люди Чувашии», претендует на государственную премию в области литературы и искусства. Автор монографии, заместитель директора исторического архива Чувашии Фёдор Козлов уверен, братья Турханы – наглядный пример общего развития чувашского этноса и формирования национального духовенства. Родившиеся в обычной крестьянской семье все трое получили образование. Сначала в домашнее, затем в церковно-приходской школе, учительской семинаре. Все трое были одарены творчески и внесли существенный вклад в историю, поэзию, фольклористику и церковную жизнь Чувашского края. Началась история конкретно с Якова Турхана, а потом, когда я посмотрел, какая это семья, оказалось, что там не только один брат такой, неординарная личность, но и два других брата. Ничуть не хуже по своей значимости, чем тот человек, который мне изначально стал интересен. Потому что у каждого из этих троих, кто попал в эту книгу, она судьба такая по-своему уникальная. Судьбы Якова, Андрея и Фёдора Турханов наглядно иллюстрируют положение представителей национальной интеллигенции в начале 20 века, тесно переплетаясь с событиями, происходившими в Чувашии на изломе эпох. В книге приводятся уникальные и ранее неизвестные архивные документы, воспоминания современников, интервью потомков. Всё это позволяет детально восстановить жизненные и творческие пути каждого из героев. Они активные, можно сказать, участники национального движения. Они участники основания первой газеты, ХБР, Чувашской газеты. Понравилось всё. Я её прочитал, потом некоторые места даже перевёл на чувашский язык. И очень всё ново, всё до сих пор не излучено. И смело, можно сказать, до сих пор про Турханов из-за того, что они в своё время были священниками, про них очень мало писали. В приложении к основному рассказу о братьях Турханах приводятся копии интересных архивных документов. Это позволит составить более полное представление об их характерах и мировоззрении. Елена Гальперина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев. Республика.